Всем привет дорогие друзья! Скоро Украина сыграет против Австрии свой важный матч в третьем туре группы C и конечно в этой игре будет решаться очень многое в этом матче сборная Украина либо же занимает третье место и возможно не проходит дальше в 1-8, а возможно при том что если мы сыграем ничью либо выиграем у Австрии проходим в следующий этап чемпионата. Поэтому сегодня мы будем ребята сравнивать обе сборной и Украину и Австрии по важнейшим показателям. Попытаемся указать на слабые места австрийцев и посмотреть на свои. Ну и в конце я дам свой состав который я считаю что лучше выпустить на матч с Австрией или возможно Шевченко именно такой состав будет выпускать. Пишите кстати свои прогнозы на этот матч мой прогноз уже есть на канале можете его посмотреть ну и плюс свой состав какой состав все-таки и по какой схеме лучше сыграть против австрийцев. Так что обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали ну и поехали разбираться что же такое сборная Австрии. Давайте начнем разбор из состава сборной Украины на последний матч с Македонией где у нас были изменения потому что Зубков был травмирован играл слева Малиновский хотя были варианты поставить туда Ермчука был вариант поставить туда Соболя левый защитник который играл уже на этой позиции был вариант даже Зинченко поставить но Шевченко решил поставить туда Малиновского которому не совсем удобно там играть. Да и вообще Малина не всегда играл на левом фланге куда ему помогал и смещался Александр Зинченко именно на этот фланг а Малиновский очень часто именно смещался в центр поэтому конечно ему где-то неудобно но все же он там отыграл довольно неплохо хотя и не забил пенальти но все же Малиновский и Зинченко я считаю что играет на своем уровне то есть минимум ошибок но все же есть некоторые показатели на которые мы обратим внимание чуть позже. Еще важный момент что в основе сыграл Шапаренко и Степаненко то есть был уже основной опорник это именно Тарас который цементировал и связывал оборону с полузащитниками атакующие игроки у нас без изменений это Ермчук Ермольенко которые и дали результат сборной Украины в первом тайме с македонцами. Ну а сейчас я хочу обратить ваше внимание на матч сборной Австрии и сборной Украины именно с Нидерландами сравнить показатели как мы играли все-таки против Нидерландов как мы держали мяч и как держали по тепловой карте как держала мяч уже сборная Австрии давайте с них и начнем. Вот итоговая тепловая карта Нидерландов и Австрии как вы видите австрийцев даже было больше касаний чем у Нидерландов понятно это обосновано результатом то что Нидерланды в принципе вели в счете практически весь матч и австрийцы действительно наседали на ворота Нидерландов особенно это было видно во втором тайме и то что касаний у них практически 700 у Нидерландов меньше 630. Ну это тоже о многом говорит что Австрия это команда которая не будет проседать под тупого соперника Австрия это та команда которая умеет контролировать мяч и умеет его держать. А сейчас я вам покажу тепловую карту сборной Украины против Нидерландов. Ну и вот вам для сравнения тепловая карта именно нашей сборной где мы видим да где у нас мяч основном держался это центр поля и это своя штрафная площадка и где Нидерланды просто наседали на наши ворота просто центр поля они у нас забрали без каких-то. Лива шансов как можно видеть и вот касание мяча у Нидерландов было 843 у нас 580 то есть мяч Австрия держит лучше чем сборной Украины в принципе структура и оборона у австрийцев работает на лучшем образом и вот вот таким вот образом мы можем сейчас посмотреть и сравнить да эти тепловые карты где австрийцы находились против Нидерландов на чужой половине поля а где мы находились. То есть я думаю здесь все понятно. Ну а следующий показатель который мы будем сравнивать и у сборной Украины и у сборной Австрии это потери мяча потому что это очень важный показатель сколько твоя команда теряет мячей за матч и сколько она отбирает. И сейчас мы попытаемся опять же понять что же не так у сборной Австрии и где слабые стороны именно в этом показателе у австрийцев. Пример буду наводить опять же по матчу с Нидерландами. Здесь конечно я взял во внимание именно опорного полузащитника сборной Австрии это Шлягер который 8 раз потерял мяч в этом матче. Вы можете обратить внимание что у Нидерландов в основном терял Депай и это было 4 раза но эти 4 раза были конечно на чужой половине поля. А Шлягер как вы можете заметить терял мяч именно в центре в опорной зоне где в принципе очень важно не терять такие мячи. Потому что это потенциальные контратаки и вообще потеря в центре поля это очень сильно наказуемый момент. Понятно когда ты теряешь мяч где-то у углового флажка там на чужой половине поля либо в чужой штрафной но когда ты теряешь мяч практически перед своими воротами это очень важные и очень ключевые ошибки могут быть. Соперник может ими воспользоваться и видите 3 потери даже 4 потери на своей половине поля. Мы видим что на этого опорника можно давить и что этого опорника можно запрессинговать и в случае чего Австрия конечно же не такая и уж без греха команда в опорке. Поэтому вот такие вот показатели. А теперь давайте посмотрим сборной Украины показатель в матче с Нидерландами также. У нас та же картина только у Малиновского целых 9 потерь за игру было. Вы скажете у Вейналдума тоже 9 но я посмотрел вы обязательно можете зайти на Худспорт и глянуть все эти показатели. Где терял Вейналдум мяч? Все потери Вейналдума были на нашей половине поля. То есть в принципе они не несли никакого опасного характера для Нидерландов и Вейналдум это атакующий футболист. Как и Малиновский. Но Малиновский тоже практически 4, 4,5 даже раза потерял мяч на своей половине поля в очень важных ключевых позициях. И это плохой показатель для Руслана Малиновского. И вот почему некоторые люди его хейтят за невыразительную игру. Да, он в атаке конечно руководит игрой как и Зинченко, который в этом матче практически не терял мячи. Зина я считаю сыграл отлично. Но вот у Малиновского было очень много потерь. Этот показатель очень важный на самом деле. Игра в опорной зоне, игра в центре поля Австрия и Украина где-то более-менее равные или равноценные. Тут уже решать вам. Ну и теперь мы понимаем как играет команда Австрии и команда сборной Украины под давлением. И где у них ключевые потери, в принципе здесь более-менее одинаково. Что у Австрии 4 потери в опорной зоне, что у нас у Малиновского. По факту он не является опорником, но все же чуть-чуть другая структура. Да, в Австриицы играют в общей степени в 3 защитника, то ли в 5 защитников. Мы играем в 4. Поэтому тут понятно, почему у нас опорка меньше теряет. Но теряют те игроки, которые должны созидать. Следующий показатель очень важный. Мы рассмотрели как команда играет с сильным соперником, как команда играет в общей степени в обороне. Ну а теперь мы рассмотрим на примере матча с Македонией, Австрией и Украину. Как уже команды играли на атаку. И кто же все-таки лучше атаковал, австрийцы либо сборной Украины. Вот тепловая карта Австрии против Македонии. Мы видим те же практически показатели, что и с Нидерландами. Ну чуть более очертания такие атакующие есть. Да, и 747 касаний. Это понятно. Македонцы, они тоже контратаковали в этом матче неплохо. Да и вообще до последнего счет был 1-1. И австрийцы только в конце смогли забить 2 мяча там на контратаках. Но в общем и целом Македония играла довольно неплохо. Но все же у Австрии опять же. С кем бы они ни играли, у них идет структура владения мяча. Они его никогда практически не отдают. И это конечно очень важный момент, что команда умеет этот мяч держать. Независимо от соперника, сильная эта команда, либо слабая, они будут держать свою структуру. И здесь конечно их небольшая такая фишка. Ну а теперь смотрим тепловую карту Украины против Македонии. Здесь мы наблюдаем, да у нас больше касаний, да у нас тоже больше владения. И мы в некотором степени даже играли практически ромбом в атаке. Потому что у нас не было лево ярко выраженного. И мы видим, что в общей степле мы играли в центре. То есть мы по флангам мяч особо не разводили. Мы пытались играть через центр. Но взгляните вот на тепловую карту сейчас Македонии. И сравните ее с австрийцами. Вот смотрите какая была у Австрии. То есть Македония позволяла себе очень многое в матче сборной Украины. То есть они играли повыше. И здесь конечно проблемы уже нашей обороны. То есть мы понимаем, что оборона Австрии реально сильнее, чем у нас. Она более организованная, она более качественная. Если брать именно показатель тепловой карты. Окей, скажите вы, по тепловым картам понятно. По владению понятно, по обороне окей. Там Австрия чуть-чуть нас перевешивает. Но что там у нас с атакой все-таки, да, спросите вы. И давайте сейчас разберемся, как действовала Австрия и Украина в матче с Македонией. Где свой атакующий потенциал можно было на все 100 показать. Ну и сейчас мы рассмотрим, как играла Украина и Австрия в этом матче. Вот ключевые показатели австрийцев, где сумма ударов практически одинаковая, как с Македонией. Да, 10-7, но все же это 10 ударов. Это не так много и основную статистику они набили в конце, когда им нужно было забивать эти голы, да. На самом-то деле. Но видим, что важные игроки находятся у Австрии не в атаке, не нападающие у них важные. А именно центр поля, где играет Лаймер, Лайнер и Забицер. Вот что самое главное. Ну, конечно, Давид Далаба, это вообще движок этой команды, это лидер, это действительно очень важный момент в структуре Австрии. Но по сумме ударов эта команда не совсем такая уж супер. Они хорошо играют в воздухе. Мы видим выигранных единоборств 18 против 14. Это хороший показатель. Владение мяча у них, то есть успешность более-менее нормальная по сравнению с македонцами. Все есть. Есть единственный атакующий потенциал. Да, они забили македонцам. Три мяча, но с Нидерландами, при том, при всем, что у них также где-то было немного ударов, они эти моменты не забили, потому что там более организованная оборона, чем у македонцев. Теперь показатель сборной Украины. А вот и сборная Украины, где владение мы где-то во втором тайме потеряли. Потому что за первый тайм у нас было 60 на 40. За второй тайм, конечно, Македония нас начала прессинговать. Но стоит отметить, успешность передачи Украины лучше, чем у Австрии. Сумма ударов у нас лучше. Показатель дриблинга, в принципе, у нас одинаково. Что у Австрии было 6, что у нас было 6 за этот матч. Но слишком высокий у македонцев. Реально, мы отдали слишком и мяч в этом матче. И видим, что действительно владение это не про сборную Украины. Все-таки про сборную Украины это как раз-таки игра в атаке. Посмотрите, вот еще раз, на сравнение. Посмотрите, где ключевые позиции и кто зарабатывает самые высокие оценки у австрийцев. И кто у нас. Это атакующие футболисты. Это Малиновский, это Яромчук, это Андрей Ярмоленко. Это весь креатив сборной Украины. В основном именно они зарабатывают хорошие оценки за счет своих полезных действий в атаке. Поэтому тут нужно обращать внимание, что Украина, да, слабее, возможно, в организации обороны. Нет, Украина, да, возможно, где-то слабее во владении. Но Украина сильнее, как по мне. И это показывает сейчас вся статистика. Плюс сумма ударов сильнее в атаке. И при создании моментов, что самый важный показатель, это атака. И здесь мы, конечно, перевешиваем австрийцев. Вот так вот вкратце мы попытались рассмотреть важные моменты этого матча грядущего. Скоро уже он будет сыгран. Тут уже решать вам и делать выводы вам. Пишите, кстати, в комментарии ваше мнение все-таки, с каким счетом закончится данная игра. И во что будет играть сборная Украины и Австрии. Обязательно пишите. Ну, прежде чем перейти к составу, моему ориентировочному составу на матч с австрийцами, я все-таки хочу немного подытожить то, что мы только что увидели. И вкратце сказать, что да, австрийцы, возможно, будут сильнее в обороне. Австрийцы будут очень организованы. Но тут очень важный момент, что и атака у нас посильнее. Мы это тоже уже видели. И в матчах мы без любой статистики можем это подтвердить количеством моментов у нас и количеством моментов у австрийцев. Так что здесь наш козырь атака, козырь Австрии, это организация обороны. И надеяться, что Австрия будет забивать в наши ворота голы с каких-то стандартов, с каких-то контратак. Хотя я думаю, что австрийцы, как вы уже видели, скорее всего будут владеть мячом в этом матче. Тем более, что им нужна победа, нас устроит ничья. Но я надеюсь, что Шевченко не будет играть как ничью. Шевченко будет играть на победу. Ну и давайте переходить уже к составам. А вы пишите, как вы считаете, Шева все-таки поставить схему в 5 защитников, либо в 4 защитника. Будем ли мы играть на отбой, либо же мы будем играть в свою структуру, как мы играли с сборной Македонии. Пишите обязательно, переходим к составу. Ну и вот мой вариант ориентировочного состава Украины на матч с Австрией. Я считаю, что Шевченко вряд ли будет отходить от той схемы, в которой мы продолжали играть. В 4 защитника, то есть все те же футболисты. Единственное, что я тут поменял, поставил Соболя на левый фланг. Я думаю, в этом матче, если мы не будем все-таки переходить в 5 защитников, а это возможно, это лишь мое мнение, этот состав, конечно, не является основным вариантом. Это лишь то, что я себе тут надумал, да. И в основе, я думаю, все равно будет играть Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваю, Бущан. Здесь без изменений мы понимаем. Центр поля лучше оставить таким, какой он и был. Это Зинченко-Малиновский. Не выдумывать, не ставить его на левый фланг, потому что теряется потенциал в центре поля. Это 100%. Шапаренко хорош. Он действительно очень хорош. Он очень классно ведет игру, но все же Малиновский более качественно там играет. Главное, чтобы снизить вот этот показатель потери мяча, да, именно на своей половине поля. Это самое главное. А Соболь это тот игрок, который будет балансировать между атакой и обороной. Конечно, когда нужно, туда может сместиться и Зинченко. А Соболь его подстрахает. То есть Соболь еще тот игрок, который неплохо играет в обороне. И это важный показатель. Поставить его на левый фланг. И он уже играл на этой позиции. Он наигрывался там на товарищеских матчах. Даже в последнем матче с Кипром мы его там видели. И он очень понравился. Реально Соболь это классный футболист. Именно на левый фланг атаки. Ну, Ярмоленко, Яромчук. 100% тут мы не меняем тех игроков, которые в последних матчах и тащат сборную Украины. Да, к победам. Поэтому такой именно мой вариант состава. Пишите обязательно свои варианты состава сборной Украины в комментарии. Ну, и на этом будем заканчивать. Желаем удачи только нашей сборной. Желаем только победы. Надеемся, что мы не будем просто отбиваться. А мы выйдем на поле и будем достигать результата. Это самое главное. Поэтому удачи нашей сборной. Обязательно заходите на наши прямые трансляции. Смотрите прогноз на этот матч и другие матчи чемпионаты Европы на нашем канале. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Удачи нашей сборной еще раз.